100 добрых дел! Новый проект молодежного центра Горком-35 получил сегодня продолжение. К нему присоединилось и молодежное отделение Вологодской епархии. В церкви Николаева Владычной Слободе началась серия экскурсий. Для всех желающих там будут рассказывать о православии и вере. С первыми экскурсантами в храм отправилась и наша съемочная группа. Посмотрим, как выглядит православный храм, где батюшки служат. А самое главное, что, наверное, всех вас порадует, мы залезем тут на самый верх, вон туда, где колокольчики видят, и вы сможете там позвонить. По деревянной лесенке карабкаются в небо. В эти дни бить в колокола дозволено любому. Пасхальный благовест. К тому же продолжение проекта 100 добрых дел, чем не благая весть. Колокольня, экскурсия в сам храм, рассказ о традициях православной веры. Экскурсанты – дети из многодетных и малообеспеченных семей. Так к городскому проекту подключилась православная церковь. Этот проект осуществляется молодежным центром «Горком-35» нашим городским Вологодским. Мы с ними очень тесно сотрудничаем, у нас очень добрые отношения у молодежного отдела Вологодской пархи, который я возглавляю. Поэтому, когда они предложили принять участие в этом проекте, мы, конечно, с удовольствием согласились. А предлагать поучаствовать в проекте приходится. Рассказывать о своих добрых делах сами волокжане не спешат. Считается, нельзя таком даже упоминать публично. Однако в «Горкоме» с этим спорят. Доброе дело, совершенное одним, может послужить примером для другого. Вот я сегодня мониторила как раз социальные сети и вообще просто интернет. Завтра, например, будет очень хорошая акция, лично, на мой взгляд, это день донора ВГМХ. И вот о таком как раз и стоило бы заявить. На сайте «Горкома» можно написать о своем желании участвовать в проекте. Доброе дело может быть любым. Никаких условий к участникам не предъявляют. Помощь может быть любой, любое доброе дело. Это может быть помощь ветеранам по хозяйству. Вы можете просто собраться и прийти в приют животных, помочь там. Можете собраться и сделать субботниково во дворе собственного дома и таким образом сделать доброе дело для своего города. А такие экскурсии под колокольный звон будут проходить всю эту пасхальную неделю. В храме Николова в Владычной Слободе ждут и детей, и взрослых. Для этого нужно собрать группу и позвонить в Горком. Пробелы в православном образовании помогут устранить. Меститься нужно так. Совсем не так. Крестное знамение – это когда тремя перстами сверху вниз, справа налево. Считается так, верующий привлекает на себя божественную благодать. Когда руку кладем на лоб, мы просим, чтобы Бог дал нам умные и добрые мысли, светлые. Поэтому прикладываем колбок, чтобы наши мысли были хорошими. Потом, когда прикладываем сюда, просим, чтобы и наши чувства были добрыми, чтобы мы были добрее друг к другу, и здоровье, чтобы было хорошее. А на правое и левое плечо мы кладем, тем самым просим, чтобы наши руки совершали добрые дела. Сто добрых дел обозначены в названии проекта. Их может быть и больше. Электронный счетчик запущен на сайте Горкома. Сегодня он обновился. Совершено еще одно доброе дело.